Здорово, братан! Короче, у меня форс-мажор случился. Смотри, время час ночи, все люди спать ложатся, а я лечу, ну, вот эту мини-ферму свою майнерскую. Что случилось, сейчас расскажу. Захожу, 21-20, всё нафиг отлетело, вообще всё, то есть там гигахеш на эфире. Я извиняюсь, что меня плохо видно, может быть, да? Гигахеш на эфире. И хрен бы с ним, я бы даже не дёргался бы, до утра не поехал бы, да, сам понимаешь. Видишь, но там асики, ты же знаешь, да, на балконе. А сейчас такая погода, ну, благо прям конкретного мороза нет, видишь, даже еду, не пригреваюсь. Конкретного мороза нету, но, сам понимаешь, асики на морозе и не включены, не майнер, да, я даже не знаю, чего произошло. То есть я могу предполагать, что отлетел роутер, было бы замечательно, если бы это было так. Розетки захожу, удаленно смотрю на розетки, розеток нету, то есть они вообще не реагируют, ни одна. В чём проблема, на самом деле, не знаю, сейчас будут смотреть, короче, вот такое ЧП едут туда. Хорошо, что приехал этот трендец, видишь, нет подключения к интернету, видишь, где-то, как говорится, фиг с ним, он ничего не будет, они в тепле стоят, по большому счёту. Ну, как бы, как в тепле, да, но по большому счёту ничего не будет, Рига, сам понимаешь. А вот всё из-за чего произошло, видишь, эта собака красного горит, то есть она, грубо говоря, интернет отлетел и ничего не майнит, давай его перезагрузим. Почему, как бы, хорошо, что приехал, объясню. Видишь, это температура мер. Смотри, вот температура асиков сейчас. Видно тебе, нет? 18 градусов, то есть за 2 часа температура до такого упала. Если бы она ещё упала, сам понимаешь, что было бы в ванной. Вот, не знаю, сейчас буду пытаться поднимать интернет, надеюсь, ничего серьёзного, потому что роутер такой специфичный, он по определённой литии не работает, да. Если его сейчас не получится поднять, то его, по большому счёту, надо думать, где ещё купить. Как ты понимаешь, ситуация с роутером у меня ничем не решилась, то есть я звонил в МГТС, параллельно пытался там настроить, перезагрузить, по-разному, 3-4 варианта, ничего не помогало. Прождал я примерно полтора часа и слушал одно и то же сообщение, процитировать не смогу, но мысль такая, что линия МГТС перегружена, местами наблюдаются отключения интернета, все специалисты, то есть заняты, отвечают клиентам. Это мысль такая, да, там не прям так, там они как-то профессионально говорят, хрен их знает, не важно, в общем. И как бы ждите, понимаешь, а я при этом ещё с этим, с измерителем тепла хожу к ванной, подхожу, смотрю, 14 градусов, 10 градусов, когда 4 градуса стало уже в ванной, понимаешь, я занервничал, потому что, ну, сейчас минус пойдёт, и на улице мороз реально, то есть поднялся, да, понимаешь, да, я уже потом ничего не заведу, и что делать-то? Я ребятам пишу по этой ситуации в чат, говорю, вот, блин, то есть я правильно написал, ребята красавчики, молодцы, говорят, давай сейчас роутер тебе подвезём 3G, давай сейчас тебе пушку тепловую подвезём, прогреем, да. И как бы они меня натолкнули на мысль, что у меня когда-то в офисе, до того, как офис закрыли, был вот этот самый роутер. Я поехал в магазин роутер в 3 часа ночи покупать на Тверскую. Вот такой же роутер я продал товарищу, что-то за 1000 или за полторы рублей вместе с USB-модемом. Сейчас, смотри, покупаю, да, по необходимости из-за этой ситуации опять за 2,5, плюс надо будет купить USB-модем, сейчас, наверное, мегафон зайти рядом, плюс надо будет ещё тариф взять под это всё дело. Как бы, что я делаю ерундой, я занимаюсь. Вот такой вот роутер, опять видишь, то есть это очень такая в хозяйстве штука полезная. Время сейчас 6 час утра, если точно будет, где-то 5.12, я ещё тут до сих пор разбираю последствия. Вот он МГТС-ский роутер, что я сделал, поехал на Тверскую, на Тверской купил Зиксель Кинетик, купил свисток, 3G как в офисе у меня стоял, купил сим-карту, суммарно раскрутился на 6 рублей, где-то рубль ещё бензин, суммарно 7. Теперь поговорим о последствиях. Значит, я всё завёл, давай я тебе покажу. Вот они, асики, С-9 только завёлся, потом Т-9 завёлся, соответственно, второй Т-9 завёлся. И завелись фермы, фермы завелись, сейчас покажу, ну частично, да, то есть что-то было ещё там на винде что-то. Печальные последствия заключаются в том, что вот он асик, видишь, этот асик отъебнул. Почему он отъебнул, я не знаю, я не эксперт, но факт в том, что мне пришлось вытащить его из ванны, пробовал я его перепрошить контрольку, но как бы он плату уже не видит, и всё, понимаешь, что ты с этим не сделаешь. Тут темно, конечно, сроком ты не увидишь, и открывать особо смысла нет. Мне тут нифига не видно, но если в двух словах, то температура там до нуля градусов дошла в жиже. И может быть из-за этого она не замёрзла. То есть я её трогаю, да, вот эту трубу, она сейчас, она была вообще ледяная, да, сейчас она чуть-чуть стала потеплей. То есть я там отключил, вообще один нафиг отключил охлаждение, тут не видно ничего, я понимаю, поэтому рассказываю на словах. А второе оставил на первой скорости, чтобы хоть немножко прогрелись. Ну, я так подозреваю, что этот асик отъебнул, потому что он замёрз, понимаешь, смысл, да? Ну, это не точно, если у тебя есть своё мнение, напиши. То есть по-русски говорят, что произошло. Асики перестали греться из-за того, что пропал интернет. Сработал режим энергосберегающий на прошивке, который отключил майнинг. В результате чего асики замёрзли. Кстати, вот прошивальщикам, да, мысль на будущее, чтобы как бы была кнопочка, чтобы они всё равно грелись, понимаешь, вот такую погоду. Вот кнопочку обязательно сделайте. В нише МСК слышите меня, как бы вот у меня, блядь, асику пизда, видишь? Поэтому как бы это как бы вы делаете хорошо, но, видишь, бывают разные стороны медали. Например, когда у человека не хватает, как у меня, и он на балконе майнит ванную, понимаешь? По 6 утра, а проблема началась в 21.20. 7-8 часов ничего не работало, я вот только-только включился, думаю, засниму хоть и расскажу. То есть вот такая история. Теперь смотри, что хочу сказать. Если как бы ты держишь асики на балконе, неважно, или ты держишь не асики, а ферма на балконе, да, тебя эта ситуация может не миновать. Что вот можно сделать в такой ситуации, если провайдер тебя подвёл, как меня подвёл МГТС в данном случае? Во-первых, свисток, свисток, да? Во-вторых, если нету свистка, хотя бы пушку. Была бы там пушка, асик бы не сдох, понимаешь? С ним бы не было проблем. Потому что было бы там тепло и не дошло бы такой температуры. То есть, грубо говоря, закрывается там вообще напрочь все окна, отключаются кулера, да, и жижа более-менее в адекватном состоянии, потому что она не успеет остыть. А в моём случае, грубо говоря, я спохватился вовремя, но сообразил я поздно, понимаешь, что надо делать. Был бы свисток, через 2 часа бы всё включилось, асик бы, думаю, был в порядке. Но как бы даже хорошо, что так, понимаешь? Потому что по такому морозу, если бы я прирулил сюда утром, да, то, может быть, вообще бы там все асики бы сдохли. Ну, понимаешь смысл? Теперь у меня другая проблема. Видишь, асики перегреваются, потому что я отключил охлаждение. Ну, как там один вентиль работает на первом обороте. Вот, видишь, один асик, второй. Третий асик в постоянном ребуте, потому что в нём задан режим по температуре защиты, и как бы он перезагружается. Надо опять туда ехать, прикинь, и теперь включать вентили, блин. Поэтому давай мы сейчас с тобой один асик вырубим, на всякий случай, от греха подальше. Вот такие вот геморрои меня преследуют. Сейчас надо будет опять туда ехать, пробовать завести основной интернет, да, запасной снять. Вот ты понял, МГТС, опять надо будет в этом МГТС названивать. Короче, куча геморроя. Может быть, надо будет взять сейчас асик другой, на замену туда привезти, окунуть, этот забрать и отвезти в ремонт. Какие-то вот такие, знаешь, напасти мелкие, неприятные меня преследуют. Не знаю, что делать. Еще что хочу сказать, хочу купить Ригов-5. Купли-продажи, пишу, пишу. Блин, ну что-то дорого продают, чтобы гарантий в последнее время, да. Вот этот ролик, как мы с тобой засняли, какую ферму покупать в 2020 году. Ценники выросли, блин, трендец. П-106 сразу на полторы-две тысячи подросли. П-104 тоже на двушку-трешку выросли. Хорошо там про П-102 хоть не поговорили с тобой, да. Только никому об этом не рассказывай. А так, ну, если у тебя есть какие-то Риги, я в Ригов-5 бы с удовольствием сейчас розетку апгрейдил бы. Ну, что-нибудь типа П-106, только с ума не сходи по нормальной цене. Если у тебя есть, телегу пиши, я с удовольствием бы прикупил бы. По адекватному ценнику, ты понял? Вот. Ну, а у меня на этом все. Подписывайся обязательно в Инстаграм, Телеграм, на Ютуб, во второй Ютуб. Всего доброго. Пока-пока тебе.